Ветеринарная безопасность Ветеринарная безопасность Ветеринарная безопасность Ветеринарная безопасность Ветеринарной безопасности 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 свыше 760 миллионов вакцин-пластических обработок провели. Порядка 8 миллионов диагностических исследований провели, как на особо опасные, так и карантинные животные. То есть вот такой скопом большой консолидированный объем работы, которую служба провела и в настоящее время проводит. Конечно же, говорить об угрозах сегодня, в период времени, когда массово идут обработки, исследования, и не исключено, что будет регистрация заболеваний, как бруцеллез, это эндемичное заболевание для нашего региона. И вот те муниципальные образования, как от Радинской и Мостовской, Лобинские районы, которые граничат и с Карачао-Черкесской республикой, и со Ставропольским краем, у нас возможно возникновение неблагополучия. Почему? Потому что, к сожалению, сегодня имеет место быть несанкционированное перемещение животных путем перегона для выпаса, где животные, содержащиеся на территории Краснодарского края, контактируют с животными из другого субъекта, и, соответственно, производится контоминация и выявление заболеваний. Наша сегодня задача максимально лаконично провести эти исследования, для того, чтобы не допустить заболевания людей бруцеллезом. Почему? Потому что бруцеллез – это антропонозаонозное заболевание, и люди болеют, и в том числе вызываются, скажем так, и большие ослазнения, и получают люди инвалидность по данному заболеванию. Поэтому мы очень часто кропотливо с первых, скажем так, январских дней уже начали проводить, соответственно, своего рода такие исследования. Бруцеллез, чума – а что еще характерно для заболеваний, которые появляются у нас? Для нашего региона, вы знаете, ну, уже повторюсь, может быть, у нас эндемик – это бруцеллез, сколько нарогатого скота, да, в том числе лейкоз, да, но мы, как я говорю, большую работу провели, по оздоровлению у нас, если мы говорим, то на начало прошлого года в крае было порядка 81 неблагополучного пункта лейкоза. Это ранее они выявлялись, я же повторюсь, в 70-е, 60-е годы. Вот, это тоже такой бич для всей Российской Федерации. Мы, скажем так, с таким, это большая победа, потому что мы очень большое количество неблагополучных пунктов оздоровили, а самое главное – хозяйствующие субъекты, крупные хозяйства, где сегодня они здоровы и реализовывают молоко без ограничений, в том числе нашему населению. Конечно же, нельзя никогда со счетов выбирать и тот же гриб птиц. Почему? Потому что вроде сезонная миграция, она произошла еще в осенне-зимний период прошлого года, да, тем не менее, угроза возникновения грибов птиц, она имеет место быть. Почему? Потому что те же животные, которые сегодня вроде прилетели, но миграция, она как таковая, имеет место быть, ну, и возникновение тоже может быть. Вот, поэтому с целью недопущения возникновения гриппа птиц мы в прошлом году что сделали? Мы провели поголовную иммунизацию всего воспринимающего поголовья в крае птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, да, в общем, это 7 миллионов 123 тысячи головообработок. Ну, исследование, вакцинация, радиовакцинация, она как бы никому не интересна. Самый, какой же уровень иммунитета в крае, да, у нас составил свыше 80%, являющийся достаточным для того, чтобы удержать эпизоотию и допустить массовое заболевание домашних животных, ну, вернее, птицы в подворье граждан. Вот, если говорить еще о таких вот, что мы часто встречаемся, часто мы профилактируем, это, конечно же, бешенство животных, да. В прошлом году, к сожалению, да, два неблагополучных пункта бешенства регистрировалось на территории нашего региона. Это один в дикой фауне, один в домашнем хозяйстве, ну, в подворье граждан. В прошлом году с целью профилактики данного заболевания подвергнута иммунизация 660 тысяч собак и кошек у нас в регионе. Ежегодно мы объем вакцино-профилактических обработок увеличиваем. Более того, для того, чтобы достигнуть максимального уровня иммунитета в дикой фауне, и у диких плотоядных животных, да, мы проводим, значит, внесение оральной вакцины, значит, в среду обитания данных видов животных. И по итогам прошлого года порядка 600 тысяч аналогичной вакцины мы разложили. То есть иммунизировали диких животных, плотоядных животных для того, чтобы не было всплеска данного заболевания, в том числе и на территории города Сочи. Масштабно эта работа была проведена. Почему? Потому что у всех еще вживо в памяти тот период времени, когда была сильная эпизоотия в городе Сочи, именно бешенство. И в начале 2000-х практически всю краевую службу направляли для того, чтобы купировать, не допустить массового распространения. Тем более, вот я сказал о регистрации в дикой фауне. Как раз таки в дикой фауне регистрировалась на территории города-курота Сочи. Это буквально в прошлом году, в начале 2019-го, было зарегистрировано неблагополучный пункт среди диких плотоядных. Это бешенство было. В том числе, животное вышло в городскую среду, где коллегами, соответственно, там было отстрелено и провели лабораторные исследования. Мы провели лабораторные исследования, все это бешенство. Соответственно, были приняты все превентивные меры направлены на иммунизацию всего восприятия по голодой, как в угрожаемой зоне, так и на территории города Сочи. Но угроза всегда остается. Почему? Потому что, если мы говорим о тот же город-курот Сочи, там и заповедник есть, откуда дети и животные легко выходят в городскую среду и могут быть источником возникновения бешенства. Бешенство, к сожалению, это то заболевание, которое не излечивается, если человек заболевает бешенством. И вовремя не принимают иммуноглобулины, то, соответственно, происходит неимоверная гибель. Почему сегодня и мы масштабно проводим в крае иммунизацию всего восприятия как домашних животных, так и диких животных, чтобы минимизировать те риски, которые сегодня имеют место быть в природе. Бешенство опасно для людей? Да, это же, говорю, антропозонос, и люди умирают очень, скажем так, сложной и мучительной смертью. А скорость распространения этой болезни? Ну, если мы говорим о том, что, вот, сегодня, пользуясь случаем, да, для наших зрителей, хотелось бы сказать, что если есть случаи, когда отсрапливание, ослюнавленное, либо покусы дикими бродячими животными, в том числе и домашними бродячими животными, которые находятся среди обитания, то незамедлительно необходимо обращаться в учреждение здравоохранения, для того, чтобы вовремя наши коллеги с медицинского блока оказали помощь и допустили возникновения бешенства. Ну, и обратно же, конечно же, проинформировать ветеринарную службу и коммунальную службу муниципального брата, чтобы это животное отловили и, конечно же, оперативно посмотрели, а бешеное либо нет. Где в чем угроза, понимаете? Поэтому очень серьезное заболевание. То есть это надо будет сделать в любом случае, чтобы проверить? Конечно. Вы знаете, мы были, я когда был студентом тоже, и у нас даже в тех же лабораторных условиях, когда там лабораторные животные нас там отсрапливали, либо там кусали, те же лабораторные крысы, конечно же, сразу же шли к медикам для того, чтобы пройти все превентивные меры, потому что сегодня она здоровая, завтра где-то она с кем-то проконтактировала, вот, и может заболеть. Да. Давайте поговорим об электронной сертификации Меркурия. Я знаю, что этот проект стартовал в 2018 году в Краснодарском крае как пилотный. Сейчас он на какой стадии, какие результаты уже? Знаете, ну как пилотный чуть раньше он стартовал, в 2013 году, и мы одни из тех регионов, которые не стали долго ждать по внедрению и начали у себя использовать данный программный продукт, компонент Ветиса. Почему? Потому что после, конечно, был издан приказ Минсельхоза России, 318, порядки использования информационных систем, в том числе, где есть Меркурий. А вот в 2018 году, как раз из 1 июля, в полномасштабном объеме вся Российская Федерация перешла на использование и выдачу ветеринарных документов в электронном виде. А с 1 октября 2019 года в полном объеме и на молочную продукцию готовую. Что говорить о Краснодарском крае? Конечно, благодаря тому, что мы готовились с 2013 года, внедряли и обучали и наших специалистов в районных учреждениях, и сельхозтоваропроизводителей по работе. Почему? Потому что там есть уже возможность выдачи ветеринарных документов на готовую продукцию, как уполномоченным лицам, так и аттестованным лицам, не только государственным ветеринарам-врачам. И мы планомерно в 2018 году без сбоев, хотя скептики говорили в масштабах страны, что это будет на полках, не будет животноводческой продукции и т.д. и т.п. Этого не случилось. И в крае мы благоприятно так в штатном режиме перевели на выдачу ветеринарных документов в электронном виде. Если говорить о объемах, вот за прошлый год порядка 104 миллионов ветеринарных документов были выданы в электронном виде. Это как и уполномоченными лицами, так и государственными ветеринарами-врачами Краснодарского края. То есть хороший программный продукт. Конечно, есть моменты, необходимые для доработки. Сегодня и системные администраторы, которые ведут и курируют данный программный продукт в НИЗЖ, постоянно находятся на связи, дорабатываются и работаются. Поэтому, конечно, сегодня налажена прослеживаемость той продукции, которая производится. Но максимальная будет прослеживаемость, понятно, когда, конечно, внедрят систему электронной идентификации животных. Она сегодня есть в приказе Минсельхоза России. Это системный, значит, сегмент Херриот называется. То есть животные будут электронно идентифицированы, занесены в базу. Чипироваться. Да. Вот, занесены данные. И, соответственно, тогда уже будет более четкая прослеживаемость от производителя до потребителя. Говоря о чипировании, обратно же, в крае мы тоже в 2016 году начали внедрять и идентифицировать мелких домашних животных. Именно нашим краевым законом 800 МКЗ предусмотрели, значит, идентификацию путем имплантации микрочипа к собакам и кошкам. И порядка 15 тысяч животных мы сегодня, на сегодняшний день, в крае идентифицировали таким путем. Конечно же, 15 тысяч – это небольшая цифра. Нам чуть в этом отношении помешали поправки, правила выдачи документов, где поправили, что теперь животные для перемещения, для перелета, да, ну, не надо ветеранской документы. Соответственно, тут такой рычаг, он пропал. Вот, раньше, когда был рычаг, конечно, люди обращались за документами, и мы идентифицировали, заносили этих животных в базу данных, и они у нас были на учете. В чем это легко? И понимание для учета, для планирования противопезотических мероприятий, для того, чтобы даже и по борьбе с теми же животными без владельцев, которые сегодня имеют место быть. Я знаю, в городе Сочи эта проблематика есть, и мы с коллегами с администрацией муниципального образования очень тесно взаимодействуем в этом отношении, и сегодня там федеральный закон приняли. Но, конечно же, каждое животное должно быть идентифицировано, чтобы мы в последующем могли понимать, сколько необходимы вакцины той или иной для противобешенства. А в случае, если животное потерялось, то те службы, которые занимаются изъятием из среды обитания животных без владельцев, да, они могли быстренько определить собственника и вернуть ему, либо, соответственно, спросить, по какой причине животное находится сегодня без присмотра на улице и, может быть, даже портит что-то имущество, может быть, кому-то наносит вред здоровью каким-либо людям, либо другим животным. Ну, конечно, это удобно. А многие хозяйственники шли на это? Это вообще платная услуга была? Это платная услуга, в среднем, по крайней мере, стоит 500 рублей. Совсем недорого. Да, мы, скажем так, когда ввели ее, и для своих коллег в учреждениях я задачу поставил, то, что не надо на этом зарабатывать, нам необходимо наладить учет. Если мы говорим сегодня о крупных животных, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, у нас они идентифицированы путем, значит, ушной бирки, установлением ушной бирки. Но мы буквально, значит, в 18-м году, начале 18-го года, начали пилотировать проект и программную продукцию использовать, рекагра, значит, ну, пока мы смотрим, на территории Кореновского района, где мы тоже, как раз, путем имплантации микрочипа и дублированием ушной бирки, занесения в программу, идентифицировали в одном сельском населенном пункте всех животных. Сегодня мы смотрим и с разработчиками проводим работы по настройке программ, потому что есть много вопросов, есть моменты, которые, по сути, эффективность свою не показывают. Поэтому в таком жилом режиме, в гибком режиме мы все время эту работу проводим, общаемся и настраиваем. Почему? Потому что, когда на территории Российской Федерации будет принят приказ Минтельхоза России о порядке идентификации животных, он сегодня проходит публициные обсуждения на соответствующем сайте, конечно, будет нам уже легче для того, чтобы мы уже знаем, как с этим работать и что с этим делать. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу, всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова